Политика экономического давления, оказываемая в последние годы Кремлем на страны Прибалтики, дала неожиданный, но вместе с тем вполне ожидаемый результат. Потеряв российские, а заодно и белорусские транзитные потоки, Прибалты теперь задумались о реиндустриализации. О наличии подобных планов заявил глава латвийского правительства Кришьяни Скоринч. Что же может из этого получиться? Все это звучит довольно иронично. Дело в том, что Прибалтика получила в наследство от СССР развитую тяжелую промышленность, от которой начала стремительно избавляться после обретения независимости, и безусловным лидером по этому процессу была именно Латвия. Каждый когда-то слышал названия RAF, WEF, Альфа, Радиотехника и прочие успешные латвийские бренды. Все они были немедленно названы советскими монстрами, неэффективными, энергозатратными и убыточными, а потому тянущими Латвию обратно в Совок. По темпам ликвидации своей промышленности Рига обогнала даже Вильнюс и Таллин. Взамен ей пророчили стать Балтийской Швейцарией, где основная ставка будет сделана на банковский и страховой сектор, а уровень благосостояния латышей приблизится к Скандинавии. Что из этого вышло на практике, хорошо известно. Более половины трудоспособного населения Прибалтики разъехалось по другим странам Евросоюза, где работа есть, а заработные платы выше и возвращаться не собирается. Кроме рижского бальзама, шпрот и кондитерской фабрики Лайма особых производств в Латвии не осталось. Что еще поддерживало прибалтийских тигров на плаву? Разумеется, их традиционная роль транзитера между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и Западной Европой, с другой. Через латвийские и литовские порты шли нефтепродукты, минеральные удобрения, уголь и прочие насыпные грузы. Однако фирменная русофобия прибалтов подпилили и этот сук. Москва несколько лет назад начала процесс переориентации своих грузопотоков на собственные порты на Балтийском море. Теперь ее примеру вынужденно последовал и Минск, решивший проучить Литву за проявленную лукашенкофобию. Через Усть-Лугу пойдет половина экспортных объемов белорусских нефтепродуктов, а в перспективе за ними могут последовать и калийные удобрения. Надежды Риги перехватить их у России не оправдались. Самое интересное то, как латвийские власти теперь это комментируют. Чего стоит выступление главы правительства страны Кришьяниса Каринша, который заявил следующее. Это устаревшая мысль, что транзит нас спасет. Мост между Востоком и Западом. Ну куда он нас заведет? И это самое транзитное мышление, покупать, продавать, вести, что мы станем богатыми. Мы поэтому не являемся богатыми. Подход оригинальный, ничего не скажешь. Оказывается, Латвия за прошедшие 30 лет не разбогатела до скандинавского уровня только из-за того, что была вынуждена возить российские транзитные грузы. И правда, уголь, штука грязная, экологически вредная. Вместо него лучше возить какие-нибудь контейнеры. Но вот откуда они возьмутся? Нет ответа. В общем, перед нами типичный образчик позитивного мышления. Еще интереснее рецепт успеха, который предложил для Латвии выходец из США, Кришьянис Коринч. Противоядием является реиндустриализация, что означает рабочие места и зарплаты для людей. Глава правительства предлагает провести в стране некую интеллектуальную индустриализацию, которая создаст новые высокооплачиваемые рабочие места для большого количества людей, а сделать ее надо на деньги Европейского Союза. Вот это поворот. По своей сути, это означает признание ошибочности всего предыдущего экономического курса за минувшие 30 лет, когда производилась системная деиндустриализация. И следует признать, что вывод премьер-министрам сделан верный. Но вот что выйдет из этого на практике. Во-первых, из тех 2 миллиардов евроевропейского фонда восстановления экономики, на которые рассчитывает Коринч, непосредственно на экономическое развитие, отведено только 5% от суммы. Тут особо не разгуляешься, пилить заводы на металлолом, это совсем не то, что их строить с нуля. Во-вторых, кто будет на этих интеллектуальных производствах работать? Для этого нужны высококвалифицированные кадры, а с ними в Латвии напряг. Имевшиеся ранее уехали на заработки за границу, а новых не выучили за ненадобностью. Советские НИИ и КБ ликвидированы, а профессиональное техническое образование практически уничтожено из-за принудительного перевода процесса образования на латвийский язык. В-третьих, не совсем понятно, почему глава латвийского правительства считает, что реиндустриализацию восточноевропейской периферии одобрит Берлин и Париж, которым никакие конкуренты объективно не нужны. Рынок Западной Европы давно поделен, новые игроки на нем никому не нужны. Теоретически сбыт возможен в Евразийском Союзе, но при нынешнем политическом курсе Прибалтики это просто нереально. Таким образом, некий голос разума в руководстве бывших советских республик постепенно начинает просыпаться, однако до реальных перемен еще очень далеко.